Здравствуйте, это Viva Telecom и давайте сегодня снимем разговорное видео. Опять вернемся к теме измерения чувствительности радиостанции. Тут у нас небольшой спор снова вышел о том, как правильно измерять чувствительность радиостанции по ГОСТу 2014 года. Есть такой ГОСТ. Я ролик приведу, как мы чувствительность измеряли именно по этому стандарту. То есть, открывается шумоподавитель, выставляется 12 дБ соотношения сигнала и шума и, соответственно, измеряется при этом чувствительность. Но, смотрите, практической пользы при этом я никакой не вижу. То есть, напишите в комментариях, кто вообще работает с открытым шумоподавителем. Хотя бы там 30 минут вы поработаете, посмотрите, что с вашей головой будет, да, с открытым шумодавом работает. Так вот, каким образом мы чувствительность измеряем? То есть, мы ставим шумоподавитель на минимальный порог. На аналоговых каналах я имею в виду. На минимальный порог программируем поднесущую, чтобы не лезла помеха при низком уровне шумоподавителя. И, соответственно, работаем в абсолютно нормальном режиме. То есть, нас не беспокоит, не открывается динамик постоянно от помех. И мы таким образом используем минимальный уровень сигнала, который может станция принять при минимальном уровне шумоподавителя. И, естественно, мы с прибора, когда подаем амплитуду, так же и проверяем. То есть, наш способ именно ориентируется на рабочий режим. То есть, как мы ходим с радиостанциями по городу, в каком режиме мы программируем эти станции, в таком режиме мы измеряем чувствительность. Да, здесь можно назвать, что мы измеряем нижний порог системы шумоподавления. Но, однако же, все равно, для практического применения вот это значение, естественно, полезнее, чем чувствительность при полностью открытом шумодаве и соотношении сигнал-шума в 12 дБ. Соответственно, мы таким образом и будем это делать, потому что при этом мы получаем значение сигнала, именно то, которое станция может принять в реальных условиях. Поэтому, ну, не нравится вам, хотите вы работать с этим 10-летним ГОСТом, пожалуйста, это ваши проблемы, измеряйте как хотите. Мы же будем придерживаться именно практики, а не теории, то есть, именно для того, чтобы выяснить уровень сигнала в реальных условиях работы. Все, на этом тогда закончим. Пишите комментарии, готовы обсудить, но вот наш выбор такой. То есть, мы измеряем чувствительность таким образом.